Сегодня говорим о продающем контенте, об эффективной рекламе без слива бюджета, а также о том, как вычислить правильных блогеров, которые помогут в раскрутке аккаунта. Своим опытом с нами делятся основатель бьюти-коворкинга Stories Любовь Струк, директор ресторана клубного формата Космопорт Оксана Бушуева и мастер-колорист, основатель студии 10 уровень Мария Куликова. Бьюти-коворкинг это на самом деле не новое направление. Даже в Челябинске, как оказалось, при анализе конкурентов, у нас есть такие пространства, где люди сдают места для бьюти-мастеров, но просто не позиционируют себя как коворкинги. Мы, конечно, позиционируем себя непосредственно как коворкинги, у нас нет наемных сотрудников, у нас все мастера приходят на аренду, они все самозаняты, либо ИП. Начинала, естественно, с обычного парикмахера, проходила практику, там же оставалось работать мастером, универсалом, потихоньку набирала свою клиентскую базу. Далее, естественно, рождались мысли о том, что хочется уже самой, хочется не отдавать никому свой процент. И вроде бы уже клиенты появлялись, которые возвращались из раза в раз. Ну, так и родилась мысль. Хочу студию красоты. Я устроилась официантом в одно заведение города Челябинска. Проработала там пять лет. Параллельно я еще работала администратором в ресторане на двух работах. И на третьей работе я работала баристой. Пришло время, появились все прекрасные люди, которые предложили мне управлять рестораном. Я согласилась, и мы начали думать, какой будет проект, в каком направлении. Два зала обычные посещаемости и випки. Залы под банкеты, где люди могут отмечать юбилеи, свадьбы, кофебрейки, чтобы их не видно было в зале, которые не любят общество. В то же время для людей, которые могут поиграть в Sony PlayStation, развлекаться, кричать, смотреть футбол, хоккей. Ну, а далее развитие. Очень много обучений, очень много повышений. Получила высшее образование. Опять же, это был такой толчок карьерного роста. К нам пошли психологи. К нам пошли мастера, работающие с всевозможными практиками. То есть приходят, рисуют. Инстаграм помогал. То есть мы начали развивать Инстаграм. И как-то постепенно люди приходят. Да, гостевая база набивается не быстро. Ну, как бы дело времени. Но потихоньку есть свои постоянчики. И много уже их, да, которые любят. Несколько лет назад началась такая тенденция, как сложное окрашивание. В Санкт-Петербургской академии красоты я отучилась на сложной технике окрашивания. И начала внедрять это в Челябинске. И смело могу сказать, что я была в первых числах. Есть два пути развития коммерческого аккаунта. Первый путь, когда страница представляет собой красивую витрину с необходимой информацией. Продукция, услуги, предложения, цены, акции, адреса. И второй путь, аккаунт как живая площадка, где происходит постоянное общение с аудиторией. И практика показывает, что вести такую страницу человек со стороны не может. Администратор должен быть из нашей сферы. Он должен понимать все тонкости, так как то или иное окрашивание может занимать разное количество времени. Я уже, как человек знающий, могу точно определить и составить запись так, как она будет на самом деле работать. Человек со стороны не сможет выстроить все настолько точно. Понимаешь, что все стоит на месте, нет обратной связи через соцсети. И начинаешь задумываться, что сейчас есть такие люди, которые могут помочь, намучить. Нет, человек дает задачу то-то-то-то, написать это-то, завтра то-то-то. И я иду по пунктам, то есть как хорошая ученица. Я могу помочь вам с контентом, помочь с идеями, помочь с настройкой рекламы, но продавать вы должны сами, потому что это ваш бизнес, это ваши деньги, это ваше дело, которым вы живете и занимаетесь. Да, это правильно держать в своих руках, потому что СММ, специалист может ответить не вовремя, рассказать неправильно, может не донести всю суть. Соответственно, это минус твой один потенциальный клиент. Если вы спросите, как раскрутить свой аккаунт, наверняка в ответ вы услышите. Настраивайте таргетированную рекламу, привлекайте к сотрудничеству блогеров. И если бы все было так просто, все бы уже давно были в топе. Таргетолог, который работает не только на тебя, бывает, что не так они управляют. То есть, вроде бы сделали рекламу, вроде бы прошла какая-то рекламная акция, а выхлопа нет. Были такие, что оплачиваешь и нулевой приход. Вообще абсолютно нулевой приход. Идет приход от того, что ты делаешь сам, да, там, под чутким руководством, чем даешь рекламу кому-то, чтобы ее провели. То есть, были такие нюансы. Я осталась недовольна. Мне блогеры тоже не приводили большую аудиторию до того момента, пока я не поняла ошибку, что все-таки блогера стоит тоже правильно подбирать и подобрать в итоге. Мы бросаемся просто на блогеров-натысячников, видим их охваты и думаем, что этот блогер точно сработает. Поэтому сейчас, если я сотрудничаю с блогерами, то я очень хорошо отслеживаю их поток, очень хорошо отслеживаю, кто смотрит их и мое ли это. То есть, их целевая аудитория должна моей соответствовать. Цель коммерческого аккаунта – увеличение продаж. Но парадокс в том, что когда аудитория начинает это чувствовать, она теряет интерес, а стало быть, отписывается. Поэтому каждый продающий пост должен быть прежде всего интересным и полезным. И это еще одна головная боль большинства предпринимателей. Я стараюсь взаимодействовать со своей аудиторией, я стараюсь их заинтересовать. Также с опытом пришло то, что я могу вывернуть все это, скажем так, в нужное русло. Я могу начать с завтрака, историю свою и довести ее до востребованности к окрашиванию. Я знаю, что у Маши очень много на странице видео, допустим, как сделать укладку, как следить за волосами. Соответственно, когда на твоей страничке больше каких-то лайфхаков, человек будет тебя смотреть, потому что это полезно. Пискаем сертификаты свои, да, там у нас очень часто происходят розыгрыши какого-то блюда, сертификатов, скидочных карт, VIP-карт, которые составляют там 20-30% даже есть у нас скидочные карты. Вот у Оксаны скоро будет, как приготовить какое-то блюдо дома. То есть, соответственно, человек, который будет заходить на страничку Космопорта, это не будет просто, грубо говоря, меню в Инстаграм. Это будет и полезный контент, и какой-то обучающий контент. У меня вообще очень будет скудный Инстаграм, если я буду рассказывать только о том, что у нас происходит аренда. Я опубликую исторические справки о том, как появилось, например, парикмахерское кресло, кем оно было изобретено, почему именно такая форма, почему так. Вообще, в принципе, откуда началась бьюти-сфера, то есть обязательно что-нибудь интересное, развлекающее должно быть. И если резюмировать все эти полученные знания, весь тот опыт, который удалось сегодня собрать, то вывод напрашивается один. Чтобы аккаунт был успешным, нужно наблюдать за лучшими, учиться у них и при этом оставаться собой.